Еженедельное оперативное совещание прошло в администрации городского округа Люберца. Итоги минувшей недели подвели руководители структурных подразделений и органов власти. Встречу провел глава Владимир Ружицкий. На этот раз еженедельное совещание началось с обсуждения чрезвычайных ситуаций в школах Перми и Бурятии, где пострадали люди. Начальник межмуниципального управления МВД Люберецкое Евгений Романцев отметил, что сейчас в округе ужесточен порядок проверки учебных заведений и в особенности охранных предприятий. Хотелось бы отметить, что практически во всех школах стоят одни бабушки-пенсионерки, которые приехали из других регионов, которые не имеют регистрации Подмосковья, то есть не встали на учет, а работают вахтовым методом. Также Романцев отметил, что о любых подозрительных действиях подростков необходимо незамедлительно сообщать сотрудникам прокуратуры или службы по делам несовершеннолетних. Далее на совещании выступил Дмитрий Шумский. В своем докладе помимо работ по капитальному ремонту он отразил реализацию программы «Мой подъезд» на 2018 год. В Московской области Минжекэха установлено нам для Люберецкого округа 1298 подъездов. Но учитывая пожелания жителей, мы сформировали дополнительный адресный перечень, поэтому на данный момент сейчас у нас 1325 подъездов. Это план 2018 года. Далее на еженедельном совещании обсудили уборку территорий. Особое внимание глава округа уделил вывозу снега с эстакад и дал соответствующие поручения сотрудникам дорожного хозяйства. Первое, на первое такое внимание – это эстакада. Потому что, во-первых, и сразу происходит заужение проезжей части, все начинает буксовать, стоять, появляются пробки и пошло-поехало. Наша задача – эстакады не должны быть заужены. По данному поручению отчитался Егор Бунтин, начальник управления дорожного хозяйства округа, отметив, что техника и бригады уже выдвинулись на рабочие места, доложил о состоянии дорог и нарушениях правил дорожного движения. Проведены работы по устранению 24 ям общей площадью 91 квадратный метр. Сотрудниками ГИБДД было выявлено 815 нарушений правил дорожного движения, эвакуировано 108 транспортных средств и выписано штраф на сумму 918 тысяч рублей. Также Егор Бунтин отметил, что для удобства граждан в социальных сетях созданы страницы подрядных организаций Люберецкого округа, где их представители принимают обращения граждан, а также отчитываются о проделанной работе. Мария Антонова, Никита Скраган, Дмитрий Радзянко, телеканал ЛРТ. Всем привет! Я Анна Троян. Вы смотрите ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на Ютубе и ставьте лайки. Будьте в курсе самых важных событий. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова